всем привет меня зовут наталья вы находитесь на моем канале о вязании сегодня у нас будет итоговое видео за месяц сколько же всего связала сколько каких игрушек дам что у меня из одежды вышла связать продвижение и в первую очередь хочу в начале видео сразу сказать попросить надеюсь что я буду услышана потому что некоторые личности переходят все границы я по поводу нынешней ситуации с украиной девочки если я ничего не пишу нигде если я это никак не комментирую это не значит что мне на это все равно это не значит что я поддерживаю там своего президента да я просто не хочу поднимать эту тему на своих каналах страничках и пожалуйста не надо мне писать какие-то гневные комментарии с угрозами что вот у нас тут война а вы там вяжите и все такое прочее в инстаграме там вообще очень много грязи льется в личные сообщения присылается я предупреждаю я сразу блокирую таких людей без всякого там второго шанса мне это не нужно на моих страничках если вы думаете что это я завязала эту войну думаете дальше что я могу вам сказать все давайте больше на эту тему мы эту тему поднимать не будем скажем так просто я свое мнение вам высказала любой негативный комментарий в сторону политики я буду блокировать все теперь давайте что же я успела связать предыдущее видео было всего четыре дня назад так как на прошлой неделе в понедельник у меня не получилось отчитаться да я отчитывалась в четверг и давайте покажу что же я сделала за эти четыре дня ну три да по факту сегодня 4 как бы я вам говорила что у меня заказ на два набора один для мальчика другой для девочки вот такой вот набор для мальчика это зайка погремушка мишка погремушка и грызуночек грызуночек я еще не знаю я отправлю девушки такой вариант и отправлю просто с бусинами без обвязки посмотрим что ей больше понравится что она выберет но в принципе в качестве набора мне кажется прям очень классно получилось подобрала да я под цвет вот эти вот бусинки именно как набор здорово будет смотреться на здесь еще ниточки запрятать сегодня буду это все фотографировать и отправлять фотографии девушка местная из ростова на дону это уже моя можно сказать постоянная заказчица но у меня уже делала заказ у нас год назад может чуть больше даже а второй наборчик был для девочки вот таких цветах красивых мне кажется кстати вот этот розовый как же он называется то ли вялая роза то ли ну вот что такое очень красивый цвет и он стал пользоваться популярностью в принципе связала я 1 8 нож куда родину вот в таком сочетании светло-розовый и вот этот цвет вялой розы сирени не знаю и прям вот стали пользоваться популярностью уже 3 наверное заказ у меня в таких цветах вот мишку комфортера я вам показывала и вот такой вот грызуночек ну не было у меня прям точно такого такого же розового да я тут старалась подбирала максимально похоже на мне кажется в принципе в качестве набора тоже очень даже хороший получился я наконец-то на выходных доделала все свои фотографии до готовых наборов и выложила на ярмарке но просмотров много но пока что как бы заказов не до с ярмарки на ярмарке вообще что-то непонятное происходит у меня последнее время оттуда последний наверное с нового года до с нового года еще вообще ни одного заказа с ярмарки не было единственная вот девушка там меня нашла на ярмарке потом перешла в инстаграм и через инстаграм мы с ней уже общались а на ярмарке какое-то затишье я вообще не понимаю в чем там проблема плачу постоянно оплачиваю рекламу если раньше у меня все заказы были с ярмарки то сейчас наоборот получается вот уже два месяца до туда я даже не могу оправдать скажем так оплату магазина и оплату рекламы потому что заказов нет ну посмотрим что будет дальше закрывать я страничку на ярмарке магазин не собираюсь потому что все таки в плане последних событий неизвестно что будет с инстаграмом он у нас то работает то не работает хотя конечно последние новости я читала что не будет мета отключать рф от инстаграма и фейсбука но там кто его знает как говорится да тут каждый день все меняется и я еще за выходные давайте вот это чуть-чуть отодвинем я довязала половинку на свой кардиган как я вам уже показывала да я решила все таки связать просто полу патентной резинкой без всяких скажем так косичек до рисунков ну вот не очень мне нравится как вот это закрытие у меня получилось но я думаю что после стирки после этого все эти петли разровняются то есть я связала данное необходимое количество рядов до того момента как мне надо было вывязывать горловину меня такая горловина будет большая кардиган я планирую без застежек просто скорее всего одну пуговичку сделаю чтобы закрепить и вот одну половинку я за выходные связала довязала в принципе вяжется быстрее если конечно вязать потому что ну скажем так мало я уделяю внимание вот заказ доделала вот это да и уже решила раз заказов нет пока ничего не начинать думаю да и повяжу кардиган а уже завтрашнего дня у нас начинается марафон я очень рада что девочки все-таки решили его проводить несмотря ни на что марафона по моему мартовские зайцы как так называется завтра я буду снимать видео по поводу этого марафона буду рассказывать в каких и номинациях планирую участвовать надо еще там все перечитать и тогда завтра подробнее покажу как расскажу какие у меня планы на марафон до сегодня пока марафона не касаемся и поэтому я решила уж довязать раз пока у меня ничего срочного нету и вчера вот вечером я половинку эту довязала теперь свяжу вторую с рукавами пока еще не знаю как вязать потому что у меня получается вот это вот проймы да вот здесь у меня нету у меня будет такое спущенное плечо и я вот думаю логичнее было бы конечно начать прям вот отсюда вязать рукав до набрать по кругу когда сашью перед зад и вязать рукав но это же будет так сложно я даже вот не представляю как это все сделать потому что но это считая весь кардиган до туда-сюда вот на спицах будет у тебя ворочаться так что я еще подумаю есть у меня еще время но за март месяц я этот кардиган планирую закончить так это все что я успела за эту неделю давайте положим так цветочки чтобы нас не было пустого стола да а теперь расскажу вам сколько и того я связала игрушек и вообще работ до за февраль в месяц но на самом деле результаты не очень меня порадовали потому что мне казалось что я вязала больше но во первых конечно и месяц короткий 28 дней да и сегодня то что я уже буду не буду делать я уже сюда не вписываю но и плюс то что я там болела да как бы какое-то время не очень хорошо себя чувствовала тоже мало вязала потому что прям слабость было но по крайней мере я зато много снимала до вязала я не очень но видео на ю тубе у меня выходили систематически да вот конечно со вторым каналом у меня пока за парка как-то я не нахожу времени да даже не то что времени наверное не нахожу сил снимать еще и на второй канал но надо за это браться да потому что мотивацию небольшая надо работать прекращать лениться скажем тогда находить в себе силы и давать и я в принципе рада что у меня расширился ассортимент да я вот корзинки добавила свой ассортимент я понаделал наличие наборчиков поэтому в этом месте у меня еще в марте вернее уже у меня еще в планах кое-что повязать новенькая поснимать на это мастер-класс и но об этом уже потом и давайте вам расскажу все-таки сколько чего я связала у меня получилось 34 готовые работы осьминогов я связала 6 штук 5 штук вот я вязала которые были сразу дано наличие я вязала 1 8 ножка я из этих пяти штук продала и 1 8 ножка вязала еще на заказ дополнительно то есть всего шесть штук корзинки 3 штуки которые органайзеры они кстати у меня так до сих пор в наличии как-то просмотров много на той же ярмарке очень много добавили себе в избранное но пока что заказов нет на эти корзинки банан горошина капуста которые я вам показывали кстати они до сих пор у меня я наверное сегодня девушки напишу что предложу я верну деньги выставлю их на продажу потому что ну не знаю так не делается я понимаю что она недавно родила малыша но я ей предложила отправить яндекс она из ростова то есть местная да и ну якобы не может забрать нужно поздно работает я и предложила отправить яндекс доставкой за свой счет но уже неделя после моего предложения тишина верни как она согласилась сказала хорошо давайте вот муж вечером придет с работы я вам денежку перечислю и там завтра послезавтра вы меня отправите но до сих пор нет ни денежки оставшийся не девушка не появляется до тишина поэтому я наверное ей предложу напишу напомню о себе и предложу вернуть ей деньги потом выставлю на продажу этот наборный продастся хорошо не продастся будет у меня значит такой опыт дальше пингвиненок по которому я по шапочке по снуду снимала мастер-класс пингвиненок наконец-то доехал до своего дома он отправился в далекий дагестан там с почты какая-то ерунда получилось потому что они живут в военном городке адреса адреса данной карте нет их него вообще то есть он фактически не существует верни как документально не существует фактически существует документально не существует девушка попросила там чтобы на почте прямо вручную написали адрес точный дать и поговорить у нас тут все знают они принесут но в итоге там вообще ушло на другое отделение потом они делали досыл пересыл ну наконец-то получили в субботу дальше у меня было два грызунка ушки шуршалки один грызунок радуга шуршалка у меня было которая на наличие и вязала теперь давайте по погремушкам пройдемся погремушки зайки у меня было три штуки связано в этом месяце хотя я думал что больше если честно погремушки мишки две штуки олененок вот этот красивый одна штука кстати его думаю снять его мастер-класс на этого олененка принципе тут ничего сложного но тут вот это вот вывязывание идет двух цветов как бы не знаю ладно напишите снять значит сниму не напишите снять значит снимать не буду дальше вот этот комфортер мишка одна штука которая вам показывала в предыдущем видео ставлю сейчас фотографию по поводу комфортера поступило много запросов с просьбой сделать мастер-класс на эти комфортеры я решила что да я буду делать это будет такой же такого же формата как на погремушки то есть отдельно будет у меня идти видео на тело комфортера потому что она как бы да для всех вяжется одинаково только в разных цветах естественно и отдельные видео уже будут на мордочке поэтому этому мастер-классу быть ближайшее время может на этой на следующей неделе я буду это снимать дальше грызунки как ни странно вот подобного плана грызунков у меня аж пять штук в этом месяце 3 получается на заказ и 2 на наличие я делала дальше сердечки три штуки вот я вам забыла сказать еще у меня на этой неделе вот вместе с вот этим заказом я вязала сердечки три штуки тоже знакомая попросила на заказ вроде бы я фотографировала если найду то вставлю но это вот эти вот маленькие сердечки которые у меня есть мастер-класс последний сердечко за 30 минут оставлю вам ссылочку под видео дальше держатель вот он одна штука и варежки дочки тоже одна штука варежки кстати она уже наверное утащила у меня потому что ей не в чем ходить все вот эти все 34 работы можно было бы конечно и побольше но получилось как получилось когда нет каких-то больших заказов все равно расслабляешься но в марте я планирую активно поработать я кстати заказала пряжу себе на этой неделе должна прийти когда вот этот скачки доллара начались я решила пока еще по старым ценам у меня конечно есть из чего вязать там только несколько цветов можно было заказать но я решила самые ходовые цвета это молочный белый розовый и там некоторые которые по заканчивались или подходят концу решила заказать пока не поднялись цены потому что я думаю что все таки цены подниматься будут к тому же пряжа это турецкая да то есть естественно зависит от доллара от евро цена поэтому девочки кто вяжет все-таки советую вам заказать конечно на всю жизнь не закажешь но на ближайшее будущее пока есть возможность заказать дешевле почему бы и нет придется заказе к нам обязательно вам расскажу покажу что же я заказала ну вот и все наверное что в этом видео я вам хотел рассказать может быть конечно что-то забыла хотя вот в этом месяце вела старалась вести все что я вязала да все готовые работы вроде бы вроде бы все вспомнила вот даже при сердечке вспомнила который изначально забыла посмотрев на список все сегодня на этом будем заканчивать завтра ждите мое видео по поводу марафона зайчиков мартовские зайцы расскажу вам в каких номинациях я буду участвовать расскажу что же я буду планирую вязать да и кстати может быть если у вас есть какие-то закладках мастер-классы мне нужны небольшие зайчики вот прям знаете для малышей чтобы вот в ручке им было удобно держать ну вот погремушка да и можно вот такого же размера вот зайку хочу делать наборчики под этим погремушечки зайчиками как раз мартовский марафона поможет в этом вопросе да все хватит болтать принимаемся за работу всем спасибо за присмотр и всем пока пока